Сегодня хорошая погода. Наводил порядок на пасеке и решил вам рассказать один из методов. Он весьма полезный, интересный, поэтому будьте внимательны. Все пчеловоды делают отводки, можно сказать, неправильно. А сегодня я расскажу, как сделать отводок более правильно. И еще у меня есть метод рассказать, как отводки более правильно. Но этот метод называется деление семьи на пол лета. Вот обратите сюда внимание, вот это у нас семья стоит. Здесь, к примеру, пчелы летают. И вы видите, что семья у вас разрослась и вам хочется ее разделить. Как правильно разделить семью? Почему можно сделать неправильно, а почему правильно? Неправильно это вы вытащили пять рамок и отставили в другой ящик. Эта семья осталась на этом месте. Это неправильно. В чем процесс неправильности заключается? Когда вы вытащили пять рамок, поставили сюда, а здесь пять рамок осталось. Не играть с маткой вы выставили или без матки, это не играет роли. Вот. То ли здесь вы подставите матку, то ли там подставите матку, или выведут свищевые маточники. Но вопрос играет вот какой. Обратите внимание, что если вы отставили сюда, а это рабочая семья, а здесь никто не работал, то пчела летная вся вылетит отсюда, и она привыкла возвращаться в свое гнездо. И она вернется в гнездо. Эта семья перестанет быть рабочей. Вы потеряете 15-20 дней. Вот эта семья, если вы сделали. 15-20 дней во время взятка потерять или весной, это вы знаете, это большая потеря. Ваша семья будет медленно развиваться. Да, большие пасеки, коммерческие, они делают как хотят, потому что им все равно. Как она семья развивается, у них множество, за счет количества они выезжают. Но если вы имеете маленькую пасеку, и вы так сделали, то у вас будет медленно развиваться семья. Ну, естественно, и будет болеть, потому что нету летной пчелы, нету прилета, нету нектара, перестается выращиваться расплод. Все стоит на месте. Что советую делать? Это вот летная семья у вас. Советую делать так. Я сейчас покажу, как это делается. Это у вас летная семья. Вы открыли ее и выбираете рамки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять рамок вы отбираете. Одна медовая, она может быть с краю. Вот. С краю может быть медовая. Вы берете ее, ставите сюда по центру. Потом ставите с расплодом одну. Потом опять с расплодом ставите. Вот. Ну, три рамки, допустим, тут шесть рамок. Три рамки с расплодом вы воткнули. И одну медовую. Вот. Это вот четыре. И еще одну медовую ставите, медоперговую, с этой стороны. Итак, у вас медоперговая, три рамки с расплодом. И расплод желательно, чтобы был поровну поделен. Ну, допустим, если две печатного, то по бокам, а в центре поставьте полураскрытый расплод. Для чего? Потому что печатный греет, центральный, там они закладут маточники. В крайнем случае, если у вас нет матки, как говорится. А если вы приобрели матку, поломаете маточники, поставите клеточку сюда, и они выпустят эту матку на следующий день. Итак, вы поставили сюда. Что делаете с этой семьей? Здесь у вас такая же песня, как и там. Вы одна рамочка медовая сортируете, одна с расплодом, одна полураскрытый расплод, опять с расплодом. И медоперговая, как говорится. То же самое, опять. Итак, что вы делаете? Вот она, пчела, летала сюда. Я вам покажу. О, какой-то сел. Что это? О, это пчела мертвая присела. Прекрасно. Итак, друзья, что мы делаем? Мы берем эту семейку и отставляем, ну, приблизительно на метр. На метр сюда отставили, понимаете? Вот. А эта семейка от этого центра тоже на метр сюда отодвигается. Вот. Отодвигается тоже сюда где-то на метр. Вот. Что получается? Пчела летит прямо сюда. Раз. Промахнулась. Нету. Она разворачивается и смотрит, куда же ей попасть. Одна летит сюда, а другая говорит, нет, сюда. Кто из них прав? И та попадает в свое гнездо, и та попадает в свое гнездо. Бывает равномерное распределение, бывает неравномерное. Поэтому, чтобы было более равномерное распределение, вместо этого корпуса, к которому привыкли пчелы, ставьте другой цвет. Допустим, это у меня синий, а вы сюда поставьте зеленый и зеленый. И днища другие поставьте. То есть, не надо переставлять этот корпус, как я сейчас сделал. А поставьте другой. Другой корпус. Вот. Пчела уже потеряла ориентацию. Она вынуждена будет, как говорится, уже не на цвет ориентироваться, а она уже ориентироваться по интуиции. То ли сюда лететь, то ли сюда лететь. Итак, вы должны переставить, чтобы и запах, только рамки одни остаются, как говорится. Рамки остаются вместе с расплодом. Все здесь остается. Потом вы добавите еще рамки сюда. На ваше усмотрение, сколько пчелы. Это не проблема. Ваша задача сейчас поделить. Этот метод работает. Почему этот метод особенно хорош? Друзья мои, я вам скажу, еще раз продолжаю. Этот метод особенно хорош, по той причине, что семьи остаются в рабочем состоянии. Им не надо искать взяток, настраиваться, новая пчела пока настроится. У них как бы историческая информация переходит. То есть, наследственная, по-генетически, или как сказать, духовно. И они сразу же включаются в работу. Тем более, если у вас есть матка, или маточник, вы подсадили сюда матку, здесь старая. Семья моментально принимает эту матку, как говорится. Итак, друзья мои, дорогие. Это очень важно. Летная пчела, которая делает погоду. То есть, она носит мед. Если летной пчелы нету, у вас на 15-20 дней семья тормозится. Все знают, что от водки всегда приносят меньше меда. В этом-то и заключается вся проблема, что от водки приносят меньше меда. Итак, вот это один из от водков получился с летной пчелой. До встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждем ваших комментариев.